Двадцать лет назад официально началась целенаправленная борьба с процветающими в 90-е годы организованными преступными группировками. 1 октября в Рязанской области началась охота на слонов. Группе молодых следователей, которым выпало расследовать это сложное дело, предстояло победить воплощенное зло и стать легендами. Вызов был принят. Здравствуйте, Марина Комиссарова с вами. Пожалуй, каждый рязанец знает о том, кто такие слоны. Появившись в 91-м, группировка очень быстро превратила город в свою вотчину. Первоначальное название «Презентовская» сменилось на оставшие притчи его языцах «Слоновская» по прозвищу одного из лидеров – Вячеслава Ермолова-таксиста. Мошенничество и вымогательство приняло другие опасные формы. Основными объектами деятельности для бандитов стали кооператоры, бизнесмены, челноки, у которых они вымогали деньги. Данный вид криминального заработка получил название «рэкет». «Рэкет» – вымогательство, обычно принимающее формы организованной преступности с применением угроз, жестокого насилия, взятия заложников. В английском языке слово «рэкет» означает любую организованную преступную деятельность, в частности «протекшн рэкет», «крошевание», а также, например, «намборс рэкет» – незаконную лотерею. Собирая дань, преступная организация обычно гарантирует предпринимателям защиту от вымогательств со стороны других преступных групп или преступников одиночью. Чтобы гарантировать стабильную плату, рэкетеры стремятся брать на себя роль верховного арбитра в спорных ситуациях, связанных с имущественными спорами между своими клиентами, долговые обязательства, исполнение контрактных соглашений. Руководство большинства рязанских фирм тех лет систематически нарушало экономическое законодательство России. Поэтому предприниматели предпочитали платить бандитам, а не навлекать на себя проверки, обращаясь в милицию. Слановские одними из первых стали заниматься рэкетом в Рязани. При этом они вымогали деньги даже с некоммерческих, более того, убыточных предприятий. Каждый новый член группировки в качестве испытания на профпригодность должен был отыскать новую точку, которую можно было бы рэкетировать. Наконец, доход, получаемый с мелких предпринимателей, уже не был достаточен для бандитов. Их стала больше интересовать производственная сфера. Делались первые попытки взять под криминальный контроль крупные предприятия. Для этого умело использовались средства, полученные от рэкета, грабежей и махинаций. Практически каждый предприниматель, каждый руководитель предприятия, каждый руководитель организации, которая имела какую-то прибыль, должны были платить дань той или иной группировке. И вот, можно сказать, что самой мощной, самой такой дерзкой группировкой была Слановская. Сюда входили и бывшие спортсмены, и те, кто не нашел своего места из молодежи где-то в жизни. Те, кто пришел с армии и не мог никуда толком устроиться на работу, потому что рабочих мест категорически не хватало. И сначала, по принципу японской мафии, так называемой якудза, просто обкладывали данью коммерсантов, потому что молодые крепкие ребята, спортсмены. И тут, получается, какой-то коммерсант зарабатывает деньги, имеет машины, имеет все, а они ничего не имеют. Так, по их мнению, не должно было существовать. Чем отличалась Слановская группировка? Планы у ее лидеров были такие, чтобы стать мэром Рязани кому-то, кому-то стать губернатором, пройти в государственные органы власти. Некоторые из них даже стали помощщики депутатов Госдумы. И, в общем-то, люди имели далеко идущие такие цели. Кроме Слановской группировки, в начале 90-х в Рязани действовали еще три крупных банды – Архиповская, Кочетковская и Аэропетовская. Все они получили названия от фамилий своих лидеров. Поначалу спорные вопросы между группировками удавалось решать мирным путем, для чего регулярно созывались встречи, называемые «стрелками». Однако противоречия все больше обострялись, поскольку добровольно свои позиции никакая из банд сдавать не желала. Война между группировками была неизбежна. Атмосфера стабильного сосуществования группировок была нарушена в 93-м, когда на стрелке Слановской и Аэропетовской группировки произошла драка между лидерами – Ермоловым и Аэропетовым. Спортсмен-разрядник Аэропетов по кличке Витя Рязанский жестоко избил слона. Максимов и Ермолов решили отомстить. Они успокоились только когда в 95-м году на Рязанском шоссе нашли труп, который опознали как труп Аэропетова. После гибели Аэропетова у слонов больше не осталось серьезных врагов. И тогда фактически они остались единственной функционирующей группировкой Рязани. Бандиты приезжали к предпринимателям домой, в офисы и правления, назначали суммы выплат. Тех, кто отказывался или не успевал заплатить, ждала неминуемая расплата. Нередко даже попытка торговаться стоила обираемым жизни. Бандиты брали дань даже с убыточных предприятий, колхозов, гаражных кооперативов. Жертвы Рэкета сами привозили деньги в Рязань. Слоновские решили обложить данью даже цыган, торговцев наркотиками. Общественное мнение относительно слоновских, по описанию документального фильма «Охота на слонов» из цикла «Криминальная Россия», снятого в 2001 году, было следующим. А власть над умами и душами горожан слоны уже имели. На фоне растущей безработицы и обнищания, круто упакованные бандиты казались эталоном преуспевания. С одной стороны, они продолжали нагнетать над Рязанью атмосферу страха. С другой – зависти и почитания. Работали на повышение престижа бандитов и средств массовой информации, кино и телевидении. Для многих рязанских девушек пределом мечтаний о лучшей жизни стала возможность выйти замуж за слона. Многим из таких счастливец вскоре пришлось стать вдовами. Расследование деятельности слоновской банды, начавшейся в 1996-м, тормозилось отсутствием государственной программы по борьбе с организованной преступностью. Тем не менее, необходимый материал был накоплен и в сентябре 1996 года несколько членов группировки были арестованы за похищение бизнесмена. Затем прошла волна арестов по всей Рязани. Всего за один день производилось до ста обысков и задержаний. Расследование тормозилось также нежеланием потерпевших идти на контакт с правоохранительными органами. Весьма тяжелым оказалось расследование эпизодов вымогательства. Бандиты признались, с кого и сколько получали денег. А запуганной на смерти жертвы Рекета нет. Прежние дела обычно у следователей рассыпались, потому что запугивали потерпевших, запугивали свидетелей. А здесь на каждого из обвиняемых, который проходил по делу и который готовили мы направить в суд материалы, то в отношении него скоплелась огромная база. Тогда мы пошли впервые по такому пути, как позже он стал называться сделка со следствием, когда мы часть людей, которые давали показания, мы проверяли, нет ли за ним тяжких преступлений. Если они не совершали убийств и подобных тяжких преступлений, то мы принимали решение, чтобы не привлекать их к ответственности. А в то же время мы получали большую доказательственную базу, в первую очередь, по раскрытию и для расследования фактов заказанных убийств. Постепенно арестовали многих активных членов группировки. Несмотря на то, что финансист Слоновских Николай Савин изменил внешность, задержали и его. Однако Вячеслав Ермолов сумел скрыться. По сей день он находится в розыске и, по некоторым данным, проживает в Европе. Бежали также двое киллеров группировки. Данилевич по кличке Коля Тольяттинский и Горелов по кличке Морда. Но основная часть киллеров во главе с Леонидом Степаховым, лично совершившим несколько убийств, была задержана. Во время обыска в квартире одного из лидеров Слоновской банды была обнаружена видеокассета, на которой запечатлели свадьбу Валерия Спицына по кличке Валера Опасный, криминального авторитета из города Тольятти. Выяснилось, что среди гостей, помимо тольяттинских авторитетов, был и Ермолов. Так расследование деятельности группировки доросло до масштабов межобластного. Бандитам было предъявлено официальное обвинение в совершении ряда убийств, изнасилований, вымогательств, краж и мошенничеств. Нам удалось все-таки победить организованную преступность в Рязани. Причем сначала это была Слоновская группировка, а потом уже это дело дало толчок, чтобы началась работа в отношении других группировок. За полтора года были собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения 22-м членам группировки. Большинство из них были наемные убийцы, а также еще 15 человек были объявлены в Росске. Им заочно были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 13 января 2000 года был вынесен приговор в отношении 22-х членов Слоновской группировки, которые получили до 15 лет лишения свободы. Больше всех по 15 лет получили киллеры Степахов и Сергеев. Некоторые члены банды до сих пор в розыске. По некоторым данным, лидер Слонов Вячеслав Ермолов постоянно проживает в Европе, где занимается бизнесом. Были периоды, когда я находился под охраной, и когда стреляли людей с нашей группы. В частности, у нас погиб Дмитрий Огородников, который работал и в Рязани, и в Тольятти, майор милиции. Погиб человек, который с нашей группой теста сотрудничал и помогал в работе. Юрий Анищук, начальник отдела по борьбе с убийствами УВД в Тольятти. У многих здоровье после этой работы подвело. Валерий Новиков, который активную работу вел и даже возглавлял так называемую лжегруппу, чтобы колоть потерпевших, которые ничего нам не рассказывали. Они были под видом бандитов приходить и требовать дань, чтобы тогда люди уже рассказывали, кто у них дань получает. Все это было записано на звукозаписущую аппаратуру. Благодаря этому мы уже получали реальные сведения. Так вот, у него болезнь тоже проявилась. Он умер. Андрей Устинов сердце не выдержало, потому что работа была действительно серьезная. Преступные группировки больше не свирепствуют в городе, но погибнуть сегодня можно от рук соседа или, скажем, члена семьи. Регулярно сотрудникам органов приходится сталкиваться с подобными преступлениями и выделять в них общие типические черты. В августе этого года в Сараевском районном суде с интервалом в один день вынесли два приговора. Объединяла эти дела не только одинаковая статья Уголовного кодекса «Убийство». Оба преступления совершены осенью 2015 года по месту жительства подсудимых в ночное время. И в том и в другом случае погибшими по делу являлись лица знакомые подсудимым, супруга и хорошие знакомые, квартировавшие у него. Оба преступления совершены подсудимым в состоянии алкогольного опьянения после в том числе и совместного распития с погибшими спиртного. В обоих случаях жертвы преступлений по отношению к подсудимым повели себя неправильно, чем спровоцировали возникновение личных неприязненных отношений у последних. Супруга оскорбляла мужа, обвиняя безосновательно его в измене. А во втором случае поводом явилось совершение краж денег и продуктов питания у хозяина дома. Муж удушил свою жену поясом от халата, подвесив ее на проходящей над дверью трубе отопления. Хозяин же квартиры нанес квартировавшему у него знакомому несовместимые с жизнью удары топором по голове. Далее совпадения продолжаются. Оба трупа были сокрыты подсудимыми. Женщину муж скинул в выгребную яму в трехсот метрах от дома. Знакомого хозяин дома прикопал за забором, ограждающим территорию его землевладения. Оба преступления были раскрыты в январе 2016 года, после того, как подсудимые заявили о явке с повинной, рассказали о совершенном преступлении и указали место захоронения трупов. Проведенные по делам судебно-медицинские экспертизы из-за гнилостных изменений, которым подверглись трупы, не смогли определить причину наступления смерти, но не исключали ее наступления во временной промежуток, указанной подсудимыми и при указанных ими обстоятельствах. В судебных заседаниях подсудимые вину полностью признали, раскаялись в содеянном. Государственные обвинители, прокурор и заместитель прокурора Сараевского района Рязанской области в суде с учетом обстоятельств дела, личности подсудимых, обстоятельств смягчающих и отягчающих наказания ориентировали суд на вынесение обвинительных приговоров с назначением наказания в виде реального лишения свободы. В соответствии с позицией прокурора в Сараевском районном суде подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. С вами была программа «Вызов принятый» Марина Комиссарова. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова